всем привет мои хорошие рада вас приветствовать на канале мари арт живопись маслом сегодня мы с вами напишем такие вот яркие цветы скажу сразу что рифин референса в этой работы нет это так вот взяты цветочки из интернета до что-то доработано по-своему то есть дополнена уже как бы мной буду рисовать меня формат 20 на 30 грунтованный картон взяла себе попробовать позже расскажу о нем подписывайтесь на канал если не подписаны и мы с вами начинаем разбавитель как всегда уед спирит без запаха кисть синтетикой буду работать сегодня такая вот небольшая номер два беру белилки красненький и голубую фц делаю фиолетовый оттеночек приблизительно разметила серединку и вы такими вот как бы вытирая кисть никаких закругленных линий то есть такие рубленые масочки коротенькие добавила вот там где цветочек у меня будет посветлее подразумеваться до лепесточки в тех местах на нашу более светлый там где теневые там более темный не светлим на данном этапе то есть очень очень так вот темно делаем темный такой подмаленочек что хочется сказать по поводу этого грунтованного картона я такой человек можно сказать немного ленивый да и я не до грунтовая никогда то есть вот как есть она так и рисую очень очень тянет не знаю если бы допустим загрунтовать либо писать на масле может она не так будет но очень тянет очень сильно краплак розовый с голубой фц вот намечаю следующий и вот она цветочки вы можете посмотреть да видите ускорено в принципе видео не сильно но посмотрите вот когда с разбавителем да вот смотрите ведь аж блестит и как он моментально на глазах впитывается в принципе я бы не сказала что это очень плохо в каких-то моментах вот следующий цветок добавила индийскую желтую розовый с беликами такой вот оттенок в каких-то моментах даже вот классно то есть те работы которые нужно было бы подождать пока просохнет потом прописывать да то есть можно это сделать как бы сделать сразу из-за того что он так сильно впитывается плюс еще что мне показалось классным в этих холстах то что нет вот этого как когда я работаю сверху да я нанесла светлый оттенок потом темный из-за того что идет такая большая впитываемость то есть белый не так подмешивается то есть проще на нанести поверх светлого тем вот сейчас индиго с капелькой желтая наношу тоже рубленными мазочками такие вот темные мазочки под листвы то есть окружаю наши цветы темными оттенками чтобы они смотрелись ярче вот что касаемо еще этих холстов по поводу растяжки если да какие-то делать плавные переходы то если вот она же впитывается но не полностью впитывается она слегка-то подвижная если допустим взять кисточку побольше окунуть ее растворитель то я думаю получится но в принципе в принципе можно создавать такие интересные эффекты потом когда я приближу поближе до в конце мы будем смотреть вы сможете увидеть что такие вот интересные фактурки получаются то есть как бы сказать что плохой ну непривычно конечно работать на таком формате холста можно попробовать дополнительно прогрунтовать и вот кто смотрел моим видео я рисовала на акварельной бумаги загрунтованной сама я грунтовала обычным акриловым грунтом вот даже она не так тянет как вот этот грунтованный картон в принципе сейчас я добавляю оттенка в турецкая голубая с белилками с желтеньким такие вот светлые оттенки то здесь работаю уже как бы объяснить какую-то поочередность да почему просто делаю интересный и интересный дальник да вот фон то есть чтобы поместить наши цветы в какую-то среду то есть они в каком-то саду да и вот я добавляю где-то больше этой турецкой голубой такие вот разбеленные зеленые чтобы мигали да там моменты то есть разнообразные цвета смешиваю чтобы было красиво и интересно также можно туда что еще голубая с желтым до охра золотистая взяла золотистую она лежит без тела без разницы нужно и желтую взять и видите вот сейчас настолько он впитана впитывает этот холст и вот я темные мазки по светлым проложу на хорошем не те которые не не тянет дата краску это было бы сделать сложно а здесь как бы вот я играю поверх темного светлые добавляю поверх светлых темные то есть как бы вообще без проблем белила они конечно подмешиваются но вообще минимально и теперь более светлым розовым я начинаю прорабатывать лепесточки на цветочков то есть приходится постоянно окунать в разбавитель либо ведь это лепесточки вот они на краях такие прерывистые это из-за того что красочка она не хочет тянуться долго до за кисточкой то есть заканчивается на кисти разбавитель и все и она вот так вот рыхленько как прерывисто ложится но тоже по-своему когда вот вся работа вот вот эти вот мазочки какие-то во всей работе до присутствует тоже как-то вот мы по-своему не знаю мне понравилось интересно то что сложнее писать ну да потому что он тянет такой холст ну приловчиться можно не сказать что это прямо вообще невозможно видите такие вот смотрите лепестки как по мне так прикольно получается тоже как бы по-своему эксперимент ну а по цене по цене такие холсты но я бы не сказала что он прям дешево проще наверное если такие вот братья и тюдики уже купить акварельную бумагу загрунтовать самому как по мне так это будет намного дешевле это кому к примеру по цене да вот добавляю темных участков где пересветлила то есть экспериментирую туда-сюда красочку гоняю взяла кисть синтетика такая закругленным краешком и буду прорабатывать цветочки что касаемо кистей кисти я смотрю здесь подбирают а вот у меня одна такая она большая то есть небольшие кисти из чего я до исхожу то есть я смотрю по размеру моего цветка и уже подбираю кисть то есть чтобы как бы кисть была размером с лепесточек до чтобы в один мазок нанести лепесток и вот все лепесточки я всегда говорю да что они у нас сходятся все лепестки всегда в серединку то есть я их к серединке и направляем то есть хоть нижние хотя в серединке это что-то типа пионы не пионы не знаю что-то какие-то импровизированные цветы белила в нашу дата фиолетовый то есть не совсем белым да сразу мы белым не берем у нас должны быть еще какие-то будут плечочки какие-то яркие самые акценты то есть самый белый светлый цвет оставляем напоследок то есть не перебеливаем сразу отогнутые какие-то лепесточки добавляю также помню да что когда мы намечаем шарик подмалевок цветов мы его делаем изначально немножко меньше для того чтобы как вот прописываем и лепесточки мы слегка увеличиваем и чтобы он у нас вместился и так вот не упирался пока холста куда-то чтобы в пределах нашего холста он помещался и красиво гармонично смотрелся мы изначально делаем поменьше и следующий тоже видите большое количество разбавителя тогда вот более плавненько ложится краска как бы лисировочно лисировка это тонкий слой для кто новички не знает да тоненькие тоненькие жиденькие слои прорабатываю лепестки делаю не одного размера да то есть повыше пониже такой вот тон чтобы был пушистый интересный лепестки как бы не как у ромашечки там дали чего-то такие прям одинаково все ровненькие а то есть такой вот делаем пушистый пушистый пофантазировать можно что-то свои какие-то оттенки цветов свои нужно сделать теперь беру более светлый видите только краска идет более густую доберу менее разбавителя уже она носится более рыхло то есть с краю мазочек вроде бы он такой и не плотненький постойненький но потом вот так вот рыхленько расходится тоже ну как по мне так интересно получилось в долговечности сказать не могу как такие холсты будут ну я думаю что картон бумага не особо долговечный но для каких-то этюдов очень может быть голубая офицез индиго таким вот прихлопывающими движениями создаю серединку здесь еще чуть позатемняю и также у третьего цветочка добавляю белилки с турецкой голубой немножко пятнышек серединке а вот в этот такой слегка разбеленный розовый добавлю желтенький с красненьким делаем оранжевым тоже ставим такие вот пятнышки работаю кисточка в причин очки те ставлю то прям самым уголочком то плоское уложу то есть кручу кисточку в руке чтобы получались разнообразные вот эти точки они какие-то такие прям очень правильные закономерность да чтоб у них какой-то не было закономерности то есть делаю вращаю кисточку красочка остается отпечатывается на холсте так и хорошо и беленьких прям уголочком кисточки пастозная выкладываю краплак с капелькой голубой fc здесь оттеню нижние лепесточки от верхних этой серединке там вот теневая также можно немножко проложить теневую где-то где хочется выделить до лепестки разделить около них проложить сейчас опять возвращаюсь к фону то есть где-то можно к примеру получились очень как сказать цветы какие-то лепестки слипшиеся да можно где-то этим темным зеленым разделить их показать по теневую да то есть тем позволяет краска это сделать и смотрю чтобы так уже это получается по украшения до добавление разных оттеночков интересных чтобы фон красиво смотрелся то есть можно оставить кому нравится вот такой холодноватый да но я добавлю в дальнейшем еще туда индийской желтой более теплых оттенков видите сухо сухо прям краска втирается вот желтеньким более теплых оттеночков таких разбеленных и крестообразными движениями втирают получаются такие вот не знаю мне чем-то напомнило знаете как круто витражное стекло такое вот размытое какое-то то есть и с каждыми вот эти вот в мазочками полностью мы естественно не перекрываем да все и у нас получается фон этот сложный то есть там присутствуют и какие-то охристые оттенки и разбеленная наша турецкая голубая и более теплые с желтинкой да да здесь вот я более темных индиго с желтой до добавляю каких-то лепесточков чтобы было ощущение не просто цветы дав какой-то на каком-то фоне а то есть листочки тоже добавляю и листочки тоже делаю где-то темные а где-то такие с охринкой легкой то есть туда можно и индийской желтой и охру добавить то есть потеплее сделать их и и листочки тоже делаю в одно движение и таким вот серебристым цветом да то есть там что вот на палитре была подпачканная легким легким таким вот касанием как бы делаю какие-то бличочки на листочках на этих чтоб они такие прям мрачные темные не были охраз индиго ну там уже не чистый индиго он там смешанный то есть я добавляю поверх цветов тоже а листочек то есть здесь уже я как бы смотрю вот видите листик разделила чуть-чуть вот здесь чуть-чуть подразделила то есть смотрю уже как бы на саму работу да как у тому получается и добавляю уже своих каких-то элементов чего вот не хотелось бы вот я добавляю более теплых такими легкими легкими движениями даже этим цветом индийской желтой малым количеством где-то даже по цветам прохожу чтобы сделать такими вот интересными необычными вот она обычном холсте этого бы не получилось потому что белый цвет он нам бы не дал и просто смазать смазалась бы все а так как здесь у нас красочка впиталась она уже стала то есть здесь я вот легеньким касанием кисточки на вот этом картоне у меня это получилось то есть если у кого лежат такие такой картон да и вы не знаете что с ним делать как работать то есть можно попробовать писать те вот интересные работы цветы а я сейчас добавляю более ярких каких-то освещенных лепестков по краям в основном это да то есть саму тень я не лезу самые глубокие до теневые розоватых оттенков еще вот здесь немножко и на этом в принципе все вот посмотрите поближе видите как утрых линка она так красочка лежит только вот написано на работа до краска уже даже не блестит она уже весь разбавитель туда впитался ну то есть все равно получается так вот интересно на мой взгляд напишите в комментарии писали вы на таких холстах как вам понравилось не понравилось то есть они за может если на масле писать это будет покомфортнее но надо пробовать спасибо друзья за просмотр такой вот экспериментальный урок у нас получился я желаю вам всем отличного настроения творческих успехов и до скорой встречи на новом видео пока пока пока